Чтобы потом к этому вопросу не возвращаться. Компания Прометей это сеть элеваторов, 17 элеваторов Кировоградской, Николаевской, Киевской, Хмельинской, Запорожской, Запорожских областях. В компании есть еще 40 большегрузных машин, которые перевозят зерновые и масляничные. Компания переваливает через себя около миллион тонн. Это цифры за прошлый маркетинговый аграрный год. В этом году мы собираемся до июня месяца наращивать эти объемы. Как минимум сохранить миллион тонн. В понедельник утром я был в пути в Киеве. Мне кажется, все-таки они выяснили, что у меня не будет в офисе. И налетели около 200, наверное, милиционеров. Не только в офисе. По 10 где-то элеваторам. Я в этих цифрах могу ошибиться. Кировоградский, Николаевский офис. По элеваторам с автоматами, заряженными. То есть запасными магазинами. То есть, наверное, думали, что тут придется, наверное, вести боевые действия. Молодые парни. Правда, жаловались, что у них все плохо. То есть, малым хватит. Людей положили на пол, изъяли все, что можно и нельзя. Значит, у них в ухвале были какие-то компании. То есть, они гребли все подряд. Людей держали до утра. Некоторых людей. То есть, основную часть выпустили где-то 6 вечера. После 6. Потом 10 часов часть людей выпустили. А человек 10, наверное, задержались до утра следующего. То есть, людей ограничивали в свободе. Людям не давали кушать, даже элементарно в туалеты ходить. И хотелось бы понять причина. В чем причина? В итоге оказалось, это инвестирует налоговая милиция, прокуратура, значит, вместе с налоговой инспекцией. Значит, причина оказалась в том, что налоговая сомневается, что мы заплатили достаточно налог. Значит, претензии около 20 миллионов. Значит, ну, забрали наличные деньги в офисах. Да, были в сетке, да, там, везде по элеваторам. Наложили арест около 130 миллионов гривен товара. Куча компьютеров, имущество и практически все документы, которые нашли в офисе. В итоге, сейчас мы, получается, все эти процессы проходим судебные. То есть, понимать вообще, что произошло, у нас до сих пор нету окончательного понимания. Ну, система, она недоработанная наша, да, то есть, как судебная, так и милицейская, так и налоговая милиция. То есть, судьи штампуют все, что им приносят, как бы, они все не смотрят, не оппонируют друг друга, да. То есть, как-то, вот, чтобы защищать интересы бизнеса, на сегодня мы не знаем, куда обращаться. Мы, естественно, провели пикет в налоговой администрации. Она с Иром нам пообещала встретиться. Подождали до познаток, он и не соизволил. В общем-то, где-то 200 человек мы оттуда развернулись и уехали. Пикетировали, правда, да, там до вечера и уехали. Это сотрудники компании. Вот, что нам делать в данной ситуации, у нас нет понимания, потому что никакой, ни один орган в нашей стране сегодня не настроен защищать интересы бизнеса. Для меня очень серьезные вопросы возникают, да, то есть, кто в стране воюющие, да, то есть, как можно относиться вот так вот негативно к бизнесу. Это единственный источник дохода. Сегодня там господин Прокофьев, да, там комментирует. Вот у нас 3 миллиарда были обороты, и мы не заплатили ни копейки денег. Значит, в уставе юридических, коммерческих, частных компаний написано, что эта структура создается для того, чтобы получать прибыль. То есть, мы даже по закону не имеем права работать без прибыли. Да, то есть, понятно, да, то есть, мы должны зарабатывать деньги, да, то есть, зарабатывать прибыль, чтобы обеспечить заработную плату, около 5 миллионов гривен, да, тысяча человек работает в компании, налоги и так далее, и так далее, и получить какую-то часть прибыли. Ну, так как требует от нас система, мы не имеем такой возможности платить такую нагрузку, еще и существовать. Я где-то около полугода назад был в областной, на голову налоговой инспекции, да, то есть, это нормальная практика, где, когда бизнес идет, договаривается с налоговой, ну, большой бизнес, да, чтобы определить нагрузку. Мы с ним определили, на ближайший месяц, на ближайший квартал, и даже примерно смогли договориться на ближайший год нагрузку налоговой, которую мы выдержим. Да, были у нас разговоры торги и так далее, то есть, сидел областной налоговой, наш главный, кто, я забыл его фамилию, ну, такой мужичок, а? Ну, вот, кто он сейчас, главный, ну, в общем, с ним, ну, такой мужичок в возрасте, я просто забыл его фамилию. Вот, и получается, да, вышли на меня, мы пошли с ним на встречу, выясни, пожалуйста, я же должен быть, кто с ним встречал. Мы с ним встретились и определили нагрузку, потом после этого поступил от неких посредников, мне звонок, встретились, значит, они мне сказали, что налоговая милиция выяснила через свои оперативные связи, что я был в областной налоговой, договорился за нагрузку, а с ними не договорился. Ну, я, как бы, в недоумении говорю, наверное, что, да, пускай вместе соберутся, да, чтобы я с каким-то компетентным лицом, одним, договорился за свою налоговую нагрузку. Значит, и дали мне эту цифру, определили, да, то есть, потому что с одним я договорился, с другим не поделился, потом третий, четвертый, пятый, пошел по кругу, так, ну, не получится, мне есть чем заниматься. Вообще-то, я бизнесмен, я делаю бизнес. И получается, налоговая милиционер порубил все эти разговоры, договоренности с областным налоговым, потом поступил звонок с областной налоговой, сказали, что наши договоренности приравнялись к нулю, мы уже ни о чем не договорились, и на этом все заканчивается. Потому что, ну, а, налоговая милиционера, как бы, я попросила обозначить сумму налогов, да, то есть, которую, может быть, я буду в состоянии добавить туда, там, где мы договорились, к той сумме. Правда, честно, они никакую цифру не назвали, но сказали, что это будет в форме взятки, да, то есть, это будет наличной формы. В чем я, значит, у меня есть принципы, я эти принципы не могу перешагнуть. Я сразу отказался, и мне, как бы, с налоговой поступил звонок, что наши договоренности уже прогонились к нулю, то есть, мы ни о чем не договорились. Ну, в общем, на этом все закончилось. Теперь его заявление касательно 3 миллиарда оборотов и ни копейки возврата. Во-первых, я хочу заявить господину Прокофьеву, что нет ни одного закона, нигде в кодексе не написано, что мы от оборота должны платить определенную нагрузку. Я хочу, в первую очередь, вам это донести, что компания Прометей, это является торговой компанией. Здесь большие обороты, маленькая маржа. Да, то есть, компания может работать как на 50 гривен с прибылью с каждой домной, так как на 10, как и в убыток минус 50, потому что это торговая компания. Здесь есть контракты, они то убыточные, то прибыльные. То есть, внешнеэкономические контракты на самом деле нельзя не выполнять. То есть, бывает такая ситуация, что на рынке за гривну цена поднимается, а за валюту мы обязаны будем выполнять эти контракты. И мы очень часто делаем в убыток. Поэтому здесь мы можем и работать как в убыток, и работать как и в прибыль. Поэтому нельзя вот так вот тупо ориентироваться, там 3 миллиарда оборотов и, допустим, там, я не знаю, 300 миллионов прибыль. Мы такую нагрузку не можем выдержать. Пускай налоговая инспекция, как вот, допустим, мы делаем это в Швейцарии. У меня есть, как в Англии, компания зарегистрирована в штате, за своим штатом. У меня есть компания в Швейцарии, где она действующая компания. Мы каждый год, я лично хожу в налоговую, и с ними мы договариваемся за нагрузку. Это примерно такие же обороты, как на Украине. Это компания транзитная. Торговая компания, то есть деньги зашли, деньги ушли практически без прибыли на Украину. Ну, так как это юридическая компания, так как это обслуживается в государстве, то есть мы обязаны показать какую-то, ну, то есть прибыль. То есть в Швейцарии что делается? Аналог компании, да, там, допустим, максимально близко, да, то есть чем мы торгуем, какой культурой мы торгуем, да, то есть они поднимают и смотрят, находят равные бизнеса. Находят примерно такие же компании, как мы, и сравнивают. Вот если, допустим, компания Х заплатила больше, занимаясь тем же бизнесом, мы заплатили меньше, это, как бы, недопустимо. Теперь у меня вопрос к господину Прокофьеву и его покровителям. Пускай, пожалуйста, нам даст хотя бы на Украине какую-нибудь одну компанию, которая больше, торговую компанию, только зерновую и масляничную. Пускай нам даст хотя бы одну компанию, которая больше платит, чем налогов. Для информации, то, что он говорит, не копейки налогов, да, человек или не на своем месте, значит, он говорил, что он, там, бывший бизнесмен, там, 20 лет занимался бизнесом, сейчас решил заниматься госслужбой, там, налогами, да, то есть, ну, мне кажется, что у него, наверное, в бизнесе он не состоялся. Почему человек-бизнесмен идет в налоговую инспекцию? Ну, как-то, ну, это мое личное мнение, да. Значит, мы заплатили за 9 месяцев, в 2016 году, 5 миллионов гривен в бюджет, налог на зарплату, налог на землю, налог на недвижимость, НДС и налог на прибыль. Это за 9 месяцев. Так, еще где тут касательно налогов еще? На самом деле, компания Прометей является прямым экспортером зернобых, но еще ни копейки денег мы не получили с бюджета НДС. То есть, сегодня государство нам ровно 5 миллионов гривен должны возместить НДС. Это проэкспортированный товар. У меня складывается сомнение, что у них, наверное, нету этих денег, и вот, наверное, пытается таким образом выбить с нас или взятку, или же максимально платить, стараться не платить нам то, что положено с госбюджета. Поэтому я бы хотел все-таки, чтобы господин Прокофьев поднял крупные компании, да, там, транснационалы, которые сегодня работают у нас на Украине. Я не знаю, я не хочу назвать эти компании, да, то есть, в целях рекламы или антирекламы. Их немногих, всего-навсего 10. Пускай бы поднял бы эти компании и внутри системы показал бы нам открытую. Есть в Николаеве тоже очень крупная зерновая компания. Сколько они возместили с бюджета денег, с бюджета денег себе, сколько они заплатили налог на прибыль, сколько они заплатили НДС, и эта цифра будет в минус огромный, да, то есть, может быть, компания получила около миллиарда НДС и заплатила в мнимых каких-то миллион или два, или, может быть, максимум до пяти миллионов. Имея 3 миллиарда оборотов, так нельзя относиться к...